Уважаемые коллеги, прежде всего хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке и непосредственно в самом мероприятии коллективной инфтаре, который прошел на прошлой неделе у нас в городе Махачкала. Мероприятие действительно получилось очень массовым, несколько тысяч человек, ну минимум 3-4 тысячи человек было, я думаю. И очень большое количество наших выходцев присутствовало, так что было очень приятно видеть земляков. И само мероприятие прошло очень организованно, там огромное заслуга, конечно, и района, и мама, и всей его команды в организации этого мероприятия. И вам большое спасибо всем, кто принимал участие. В конце прошлой недели мы также направили гуманитарный груз, который мы вместе с вами собрали, газель-автомобиль. За участие в этом мероприятии также я вас хочу поблагодарить. Теперь по итогу приезда депутата Государственной Думы, вы тоже присутствовали на встрече с ним. Ряд важных, на мой взгляд, вопросов мы затронули в ходе его посещения района. Это и проблемные объекты мы некоторые посетили, и в целом дорожные вопросы обсудили. Конечно, в нынешней ситуации просить новые социальные объекты, надо говорить откровенно, никакого смысла нет. Потому что идет активное сокращение всех расходов, и федерального, и республиканского бюджета. Поэтому сохранить то, что нам удалось ранее включить объекты, это уже успех в нынешней ситуации, чем мы, в принципе, сегодня и занимаемся. Поэтому новые садики, школы просить большого смысла не было, но мы сделали упор на дорожной отрасли. С учетом того, что средства дорожного фонда сохраняются, там сокращение расходов по нашей информации не идет, и дорожный фонд республики в основном. Так что есть надежда, что мы некоторые объекты на следующий год сможем включить, в том числе и при поддержке депутата. Другие, и в ходе личного приема главы сел, другие руководители и жители района разные вопросы поднимали, я всех их перечислять не буду. Но то, что возможно сделать, будем вместе с ним, с командой депутата, уже в последующем отрабатывать. Уже подсказывать, имеющуюся у нас информацию тоже мы будем им предоставлять. Я думаю, и депутатские запросы пойдут, и на личных отношениях он какие-то вопросы постарается решить. Но есть надежда, что человек принесет пользу. Тем более, что депутат активно учен, в этом смысле неформальный подход, и старается решать поставленные задачи перед ним в ходе личных приемов и так далее. По участию наших спортсменов в чемпионате России, Руслан Гасань, сколько вообще выходцы с района принимают участие? Абдулмаджидов, Салихов, Патулаев и Тимир Султанов. Вы на прочем совещании мне одно сказали, а то я потом вообще другую информацию получаю. Эти спортсмены не от нашего? Другие тоже не от нас, и от Хасаюрта едут. Они даже в призах не было, взносы не включились. По всем тренерам, чтобы единый был подход. Вот хорошо, Абдулмаджидов, чемпион Европы, он от нас стал, мы его на арке встречали. Он когда перестал быть нашим? Он наш, но он там боролся за Санкт-Петербург. Правильно, потому что в Санкт-Петербурге ему 30-40 тысяч зарплату дают, мы ему ни рубля не даем. А откуда он должен бороться? Он к нам приносит медаль, а не в Питер. Он приезжает к нам с этой медалью и здесь живет, здесь... Минспорт же его не включает в свой список. Тренируется, что же он у нас? Я имею в виду о таких примерах, не упускайте таких ребят. Другое дело, если в районе не жил, что такое район, не знает, это понятно. Там разберутся, где он живет, где он жил. А ребенок, который у нас трендуется, у нас живет, хоть через ту вон едет, мы должны им заниматься. И Магадгаджиджа Малдинович, вы с 21 года человеку не оплатили командировочные расходы до конца. Я только вчера вечером это просто вспомнил и поинтересовался. С 21 года, короче, командировочный, я частично ему оплатил. Нет, я же не спрашиваю частично или нет. Я слово давал человеку, что он получит по возвращению. В 21 года человек с золотой медалью чемпионата Европы приезжает. Мы тренеру не можем 20-30 тысяч отдать, а здесь громкие речи говорим. Там тренер не должен деньги просить. До конца недели человек должен эти деньги получить. Дорожные, как я попрошу, дорожные разметки уже обновляйте. Погодные условия позволяют. Ну, да, я понял. Просто особенно меня беспокоят эти пешеходные переходы. Мне что интересно, вот в Махачкале, сзади площадь есть улица Гусаева, бывшая Гачева, там кусок Гусаева. Там это дорожная разметка, пешеходный переход. Хоть оттуда трактор проедет, не портится. У нас почему-то раз в три месяца надо красить. А почему нельзя одну нормальную сделать, чтобы потом и это к ЖКХ относится. Особенно где эти школы, садики, это дорого, недешево. Ну, вот в райцентре же можно сделать. Теперь я все равно возвращаюсь к этим социальным контрактам. Читаю вчера новость. По Дагестану говорят, 2906 социальных контрактов заключено. А почему у нас нет? У нас тоже заключены же. 55 ЛПХ заключенных, 25 ИПР заключенных. Потом ТСЖ у нас 13 заключенных контрактов. Те, кто в прошлом году подал документы, они в первоочередном порядке рассматриваются? Все получаются. По семям, мобилизованных и так далее, материалы были? Им 13 тоже отдали. 13 материалов. Другие, некоторые были, короче, заключение дохода было, но... 13 это в основном трудная жизненная ситуация? Да, да. Других не было там? Ну, они не обращались. Хорошо. Есть у кого какие-то вопросы? Спасибо.